Спектакль, который развивает воображение. Представление, которое уравнивает зрячих и слабовидящих детей. Школа-интернат номер 26 посетил московский арчердак «Мамин театр». Первым делом авторы попросили зрителей закрыть глаза. Воспринимать историю нужно через ощущения, запахи и звуковые эффекты. Очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Много чего узнала насчет, например, хомяков, что они дольтоники. Запахи очень часто менялись, это было очень интересно и неожиданно. Там запах красок, духов и еще чего-то. Спектакль переносит зрителей в разные места, например, на стадион, в зоопарк или художественную мастерскую. Параллельно зрители знакомятся с известными людьми, которые потеряли зрение, но, несмотря на это, смогли добиться больших успехов в жизни. Среди них Клод Мане, Рэй Чарльз, Луи Брайль и многие другие. Мы очень надеемся, что получится и как можно большему количеству детей показать этот спектакль. Может быть, он действительно их сподвигнет к чему-то новому. И они поймут, что, несмотря ни на что, не надо бояться, не надо комплексовать, что у тебя не так, как у других. Все равно у тебя есть шанс добиться будущего, своего успехов, если ты будешь хотеть, желать и стремиться. Во время спектакля детей учили жить на ощупь, например, читать с помощью шрифта Брайля, на котором пишут для слепых, рисовать с закрытыми глазами картины, узнавать форму животных и зданий. Также в спектакле очень много звуков, причем заранее подготовлена только музыка. Все остальное создается прямо на сцене. Актеры сопят, как ежики, чирикают, меняют голоса. Это мешочки с крахмалом. Мы с помощью них создаем звук проходки в снежную зиму, по хрустящему снегу, еще не намокшему от московского дождя. Что касается остальных звуков, да, пытаемся изображать звуки животных, птиц разных. Стоит отметить, что Рязань – один из последних городов в гастрольном туре театра. Они уже побывали в Иванове, Владимире и других городах страны. Такое путешествие стало возможно благодаря гранту Министерства культуры Москвы и благотворительному фонду Алишера Усманова. Авторы планируют расширить проект. Уже есть идеи новых спектаклей для глухонемых детей. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».